Мне не обязано государство, мне не надо. Вот я то, что делала, оставьте мне и все, в покое. Под рукой тонометр, таблетки от давления. Галина Анатольевна Бескаравайная заранее готовится к визиту судебных приставов. Сегодня люди в погонах должны забрать жилье, в котором она и ее семья живут больше 20 лет и которое ремонтировали за свои деньги. Мы зашли, был полностью такой дом. Здесь вообще ни пола не было, ничего. Мы все обшивали, все ремонтировали. Прошлый год мы купили стройматериалы, делали пол, цементировали. Напомним, временное пристанище Бескаравайным дала ветлечебница, как по горельцам. Дом был нежилым и в краевой собственности. Приватизировать было нельзя. Десять лет назад жилье перешло в собственность местного сельсовета. И на приватизацию загорелся зеленый свет. Но сделать это не получилось. Хотя можно было, говорят правозащитники. Нужно было что сделать? Перевести данное помещение из нежилого в жилое. В соответствии, так скажем, с процедурами. Только администрация в лице Голубцова Валерия Ивановича должна была этот вопрос решить, если они действительно заинтересованы в благосостоянии жителей своего села. Глава сельсовета пояснил, что техническая экспертиза помещения проводилась. Однако процент износа дома был слишком высокий, чтобы признать его жилым. Необходимо, конечно, было какие-то средства вложить, чтобы фундамент там как надо в соответствии с строительными нормами его сделать. Ну и все это в соответствии привести. Конечно, перевод можно было сделать. И приватизировать по тем законам. Ну а так сейчас получилось, что через открытый аукцион все это мы сделали. Вот такая ситуация. Администрация пошла путем аукциона. Но и при таком раскладе Галина Анатольевна осталась ни с чем. Аукцион состоялся. Галина Анатольевна нашла 75 тысяч. Готова была их отдать. Но другой предложил больше – 101 тысячу. Дом и земля достались ему. Сейчас в этой ситуации можно только единственное, кто выкупил это здание, и его постараться, его снова выкупить, только уже, конечно, с более высокой ценой. Ну, взять кредит – вот единственный вариант. Приобретение на продажу нашего участка – 8 соток за 650 тысяч. Таких денег у семьи, естественно, нет. Пенсия небольшая. Галина Анатольевна уверена, ее избушку на отшибе около леса снесут. Построят коттедж. А ей и ее семье придется жить на улице. Я просто вот сяду там и буду сидеть. А мне некуда. Некуда идти. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.